Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное, как всегда, естественное. Равин Джейсон Зуббл был взят на небеса, услышал там неземную музыку и узнал о том, как будет двигаться Бог в будущем. Не уходите далеко. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли невидимые силы тьмы, которые пытаются помешать Божьим благословениям в вашей жизни? Существуют ли ангелы, предоставляющие нам сверхъестественную защиту, обезоруживая наших врагов? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцеляний? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Сегодня с нами еврейский раввин из Нью-Джерси, который учился в Иешиве в Израиле. Он смело заявляет, что Иисус и Иешуа — это Мессия. Мессия не только для евреев, но и для всего мира. Он прошел удивительный путь, прежде чем пришел к такому выводу. Вы верите, что его поиски начались, когда он еще был евре-бу? Вы никогда не слышали такого слова, да? И думаете, что я его просто-напросто придумал? Нет. А вовсе нет. Раввин Джейсон, пожалуйста, объясните нам, что же такое, или точнее, кто такой евре-бу? Шалом. Евре-бу — это еврей-буддист. Я вырос в традиционной еврейской семье. Работая в музыкальной индустрии, я смотрел на жизнь знаменитости и понимал, что в жизни должно быть что-то большее. Так начались мои духовные поиски. Я не искал религию. Я искал настоящих отношений, настоящей встречи с Господом. Я ходил в синагогу и учился у своего раввина. Но изучая боевые искусства и йогу, я увлекся учением Нью-Эйдж и стал евреем-буддистом. Я медитировал по четыре часа в день. Однажды во время медитации моя душа начала трепетать и вышла из тела. Я увидел себя со стороны и полетел в небо. Затем я оказался на небесах и увидел царя на троне во всей его славе. Я ощутил, как сила Божия пульсирует в каждой клетке моего тела. Каждая частица моего существа стала оживать благодаря силе Божией. Я никогда и ничего подобного не ощущал. Царь, сидящий на троне, сказал, что я призван служить Ему. Я знал, что этот царь есть Иисус, Иешуа. Конечно же, я слышал о нем в моем еврейском детстве, но не думал, что он реален. Но вы росли в традиционной еврейской семье. Не думаю, что вам о нем хоть когда-нибудь рассказывали. Да, это было невероятно, потому что я ничего не знал об Иешуа и Иисусе, почти ничего. И вдруг встретился с Ним. Когда я вернулся в свое тело, содрогаясь от небесной силы и состояния эйфории, я стал бегать и кричать. Я призван служить Ему. Мама спросила, кому ты призван служить? Я ответил Иисусу. Но мы же евреи, сказала она. Она просто возмутилась. Джейсон расскажет, как у него появилась еще одна встреча на небесах. Когда он уже был верующим. Об этом чуть попозже. С вашим лучшим другом Джоном тоже кое-что произошло, и он вам позвонил. Так что же именно произошло? Давайте-ка из первых уст. У него произошла встреча с Господом. Он тоже пришел к вере в Иешуа и однажды позвонил мне с вопросом. «Джейсон, ты с детства ходил в еврейскую школу. Ты сможешь отличить Ветхий Завет от нового?» Я сказал, «Конечно». Джон прочел отрывок о распятии. Я сказал, что это Новый Завет. Затем он прочел другой отрывок. «Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши, и ранами его мы исцелились». «Это Ветхий Завет или Новый?» Я сказал, «Это Новый Завет, это об Иисусе». Джон ответил, «Нет, это из Исаии 53 главы». Иудейский пророк написал это за 700 лет до рождения Мессии. Я задумался, потому что раньше не слышал этот отрывок. Затем Джейсон направился в мессианскую еврейскую синагогу к нашему другу-раввину Джонатану Кану. В этой синагоге он принял Мессию и, конечно, получил свой первый Новый Завет. Джейсон принес его домой, и его мама еврейка сразу... Вообще, меня интересует, как ваша мама его нашла? Вы что, оставили его прямо в гостиной? О, нет-нет, я спрятал его в своей спальне. Но у мам есть особый духовный дар найти что угодно. От них просто ничего не утаится, вы это знаете. Неделю спустя, и это просто потрясающе. Всего неделю спустя Джейсон стал свидетелем первого чуда. Надеюсь, это была не просто головная боль. Что же там произошло? Нет, обычно я помогал бездомным в Нью-Йорке. Из медицинского центра Нью-Йорка мне позвонил мой друг Джефф. Он был бездомным, и у него была гангрена. Врачи сказали, что обе ноги придется ампутировать от колен. Это был устрашающий прогноз. Ему предстояло оказаться на улицах Нью-Йорка без ног. Это немыслимо. А я как раз прочел книгу деяний, поэтому пошел в больницу, и помню, как в деяниях. Молились за больных. Возложил на Джона руки и сказал, «Серебра и золото у меня нет, но во имя Иешуа встань и ходи немедленно». Вы приняли это слово буквально? Да, я принял все буквально, что там сказано. А что стало с вашим другом? Он был исцелен, спасен, и уже через неделю его выписали из больницы. И это нормально. Печально, что так делают не все. Евреи заявляют о себе, но христиане тоже могут заявлять о себе, а не просто следовать своим традициям. Вы написали книгу, призванную объединить и евреев, и христиан. И называется она «Принимая назначенные Богом времена». Для чего вы написали эту книгу, и к кому вы в ней обращаетесь? Эта книга важна, она о еврейских праздниках. Каждому верующему в Иешуа необходимо понимать их смысл по многим причинам. Одна из них заключается в том, что библейские праздники несут в себе пророческий смысл, ни много ни мало. Прочитав эту книгу и осознав их значимость, вы увидите их пророческое значение в вашей личной жизни. И это непременно преобразит вашу жизнь. Меня изумляет, что один из лучших христианских пророков говорит мне, «Сид, я не понимаю, но во время этих праздников словно открывается какая-то дверь в небо, как это было во сне Иакова, когда по лестнице спускались и поднимались ангелы». Скажите, почему же так происходит, Джейсон, в чем секрет? Потому что в Библии это называется «моэдим», назначенное Богом время. Он назначил эти дни в самом начале сотворения, когда творил небо, солнце, луну и звезды для знамений и времен. Эти праздники вплетены в канву творения. Они не ушли в прошлое. Задумка книги в том, чтобы возродить и активировать эти пророческие праздники в нашей жизни. И, конечно же, каждый еврейский праздник нашел свое место в жизни Иешуа и Иисуса. Каждое значимое событие в его жизни происходило в один из таких праздников. Они имеют значение, потому что Бог желает делать то же самое в нашей жизни и сегодня. Вы не пишете, что необходимо отмечать эти праздники. Вы пишете, какая благодатная почва для того, чтобы понимать, кто такой Иешуа, понимать его учения в контексте его культуры, осознать значение первого пришествия Мессии и смысл его второго пришествия на нашу Землю. Какая прекрасная возможность соприкоснуться с небесами благодаря этим праздникам. А праздники — это назначенное Богом время. И забегая вперед, я скажу, что это время встречи с Богом. И вот что меня действительно интригует. Вы пошли на собрание исцеления. Да, прежде вы молились за людей, и они исцелялись. Но теперь вы пошли на собрание исцеления, где наш друг, который много раз был на нашей программе, Билл Джонсон, учил об исцелении. Каким-то образом вы оказались впереди, и за вас стали молиться. Кто не знает Билла Джонсона? Он великий учитель слова. «Так что же там произошло?» Да, нас познакомил мой друг. Билл Джонсон возложил на меня руки и сказал, «Ты носил много разных одежд, как Иосиф». Когда он это сказал, Бог начал говорить со мною. «Джейсон, ты познал меня как сына Иосифа, как страдающего слугу, но не познал меня как сына Давида. Ты познал меня как Аганса, но не познал меня как Льва. Не останавливайся на той форме праведности, у которой нет силы. Впереди величайшее в истории мира пробуждение. Оно основано на сверхъестественных знаках и исцелениях. Тебе нужно молиться за больных, и ты увидишь, как я совершаю невероятные вещи, чтобы влиять на жизни людей». Что произошло, когда на вас возложили руки? Я ощутил Божию атмосферу, Божие помазание. И после этого на том же собрании у меня произошла встреча с Богом. Я понял, что каждому верующему, в том числе мне самому, нужна активация в сверхъестественном служении людям. Чуть позже меня пригласили на мессианское собрание, чтобы говорить слово. Прежде чем говорить, я решил помолиться за тех, кому нужно исцеление. Я так и не перешел к проповедям, потому что на молитву вышло очень много людей. У одной из пожилых женщин была атрофия мышц, и она была сверхъестественно исцелена прямо на собрании. Придя в собрание через неделю, Равин увидел, как она танцует, хотя порой она еле передвигалась. Он удивился, как это возможно, а она ответила, «Я исцелена». Вы и раньше видели исцеление, но после того, как Билл помолился за вас, их число возросло многократно. В моей жизни произошла активация. Да, у меня была встреча с Богом, но наступает момент, когда нас нужно растормошиться, вдохновиться, сподвигнуться. Я начал двигаться в исцелениях по-новому и увидел много сверхъестественного. Уже став сильным верующим, Джейсон снова попал на небеса. Расскажите нам об этом путешествии. Это было невероятно. После собрания исцеления я сказал, «Господь, я хочу сверхъестественной встречи с тобой». Когда я молился, внезапно мое тело стало вибрировать, и я вновь оказался на небесах. Я стоял перед троном, вокруг которого был целый сон поклонников. С каждым новым звуком их песни я весь дрожал, как натянутая струна от силы поклонения и Божьей атмосферы на небесах. Я услышал там две песни. Одна — традиционная еврейская песня о скале Израиля, а вторая — современная песня поклонения. Я спросил, «Господь, что это означает?» Господь направил меня к книге Откровения, где сказано, «И поют песнь Моисея». И песнь Агнса, Бог сказал, «Это символ того великого пробуждения, которое произойдет тогда, когда евреи и язычники станут одним». Песня Моисея — это символ еврейского народа, а песнь Агнса — символ Нового Завета и верующих в Иисуса. То, как две эти песни слились в одно, символизирует то, как евреи и язычники станут одним новым человеком. Это поможет приблизить величайшее движение Бога из всех, какие видел только этот мир. Перекликается ли это со стихом в послании к римлянам, где сказано, «Когда евреи придут к Мессии, это будет как жизнь из мертвых. Не сокрыт ли здесь более глубинный смысл, как произойдет это становление одного нового человека?» Возможно, речь идет о таком потоке славы, какого мир еще и не видел. Не это ли показал вам Бог? Думаю, он имел в виду именно это. Традиционные раввины иудеи называют это десятилетие временем прорыва. Вы знали об этом или нет? Но еще более мощный прорыв должен совершиться в жизни верующих лучшего завета Брит Хадаша, нового завета. Люди будут видеть прорыв, принимать исцеление и освобождение. Скоро Равин Джейсон будет дуть в шафар, чтобы все, что было в вашем прошлом, просто фух. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Знаете, что удивительно? Даже верующие евреи, которые прочли новую книгу Джейсона, узнают то, чего никогда не знали. Думаю, так происходит потому, что вы понимаете христианство, понимаете иудаизм, и самое главное, понимаете, какую точку соприкосновения задумал для них Бог. Я хочу, чтобы вы привели в пример один из библейских праздников, и простым языком объяснили его значение так, как вы делаете это в своей новой книге. Итак, пожалуйста, Джейсон, вам слово. Один из наиболее важных духовных праздников — это праздник трупа или Рошушана. В этот день Авраам и Сара зачали ребенка после того, как много лет оставались бесплодными. В этот день Анна зачала пророка Самуила. Это так важно, что звук шафара напоминает нам об этом. Звук шафара напоминает нам о рождении всего творения. Когда кто-то дует в шафар, это напоминает нам о том, как Бог вдохнул дыхание жизни в мужчину и в женщину. Когда мы слышим звук шафара, Бог желает дать вам новое благословение. Звук шафара — это также звук перемен и преображение. Смотрите сами. В названии Рошушана слово «шана» в переводе с иврита означает «год». А слово «шаню» означает «перемены». Звук шафара предназначен нести перемены. Когда у Иерихона раздался звук шафара, его стены обрушились. Для народа Израиля все изменилось. Но это еще не все. Если говорить о переменах и преображении, нужно помнить, когда наш Мессия вернется под звук шафара, в одно мгновение мы все изменимся. Итак, запомните этих два важных слова. «Шана» — «год» и «шаню» — перемены. Знаете, о чем я думаю, Равин Джейсон? Вы будете дуть в шафар, зная о том, что десятилетие, в котором мы живем, — это десятилетие прорыва. Так почему же его назвали десятилетием прорыва? А, к примеру, не исцеление или славы? Потому что по еврейскому календарю сейчас 80-е годы. На иврите они представлены буквой «пэй», поскольку в иврите каждое число записывается буквой. Буква «пэй» означает «прорыв», на иврите «парац». Все, что связано с прорывом, начиная со схода из Египта, связано с буквой «пэй». Слово «фараон» начинается с буквы «пэй». Песах начинается с буквы «пэй». Слово «искупление» начинается с буквы «пэй». «Пэй» относится к числу 80. Моисею было 80 лет, когда Бог сказал, «Используй слова своих уст, своих «пэй», чтобы сказать фараону «отпусти мой народ». Это время выйти из своих рамок ограничений рабства. Это десятилетие, возможность явления прорыва и силы. Он высвободит эту силу, когда будет дуть в шафар, и вы получите свой прорыв, потому что это десятилетие прорыва. Но прежде чем Джейсон помолится за вас, я хочу убедиться, что каждый грех, каждый ваш плохой поступок покрыт кровью Мессии. Дух Святой, помоги этим людям получить откровение. И не просто верить в Иешуа и Иисуса, как Мессию, но получить опыт познания Его. Этого желает Бог. Я хочу, чтобы вы повторили за мной эту молитву вслух. Дорогой Бог, я грешник. Я раскаиваюсь. Я верю, что кровь Иисуса омывает меня. Это кровь искупления. Йомкипура. Это кровь на двери, избавившая от гибели. И это была только тень силы крови. Это кровь самого Мессии, который пролил за вас свою кровь. Скажите это вслух. Я принимаю. Иисуса, своим Господом и Мессией. Иисус, войди в мое сердце. Аминь. Подуйте в шафар, а перед этим произнесите краткое благословение. Звук шафара – это звук свобода. Звук шафара – это звук прорыва. Звук шафара – это звук заботы Бога о вас, которая становится явной вашей жизнью. Авраам поднял глаза и увидел в чаще овна. Бог подготовил этого овна. Он подготовил для вас обеспечение, благословение и прорыв. Когда зазвучит шафар, все это придет в вашу жизнь, и вы увидите прорыв во имя Иешуа Иисуса. Стены падут, и вам многое откроется. Во имя Иешуа Хамашиаха принимайте. Прорыв во имя Иешуа Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». Я уже два года смотрю вашу программу на Ютюбе и должен сказать, что вы помогли мне приблизиться к Богу. Я не ожидал быть так близко к Нему. Спасибо вам. Последние 19 лет меня мучили более, в правом бедре. Я практически не могла двигать правой ногой от боли. Из-за этого у меня были проблемы со сном, с поездками на машине, с сидением и упражнениями. В конце одной из программ Сид помолился о том, чтобы у кого-то из зрителей исцелилось бедро, и я подумала, «Это же обо мне». Я попрыгала, чтобы проверить, прекратилась ли моя боль, и ее не было. Теперь я могу махать ногой, как в 20 лет. Я рада, и это так здорово. Слава Господу! Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно», поделите свои истории по адресу, который видите на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Дэвид Эдвардс. Приглашаю вас в фантастическое путешествие познания Бога через стихии творения. Да, я говорю о природных стихиях, земле, ветре, огне и воде, молниях и многих других. На них сверхъестественно влияет Дух Божий. Смотрите следующий выпуск «Это сверхъестественно» с Сидом Ротом. Ваше сверхъестественное путешествие начинается здесь. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». Если Бог коснулся вас через передачу, поделитесь своей историей по адресу на экране. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественное», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» – Сидорота. После ряда операций один еврей оказался парализованным. Врачи сказали ему, что это на всю жизнь. Из-за этого он впал в глубокую депрессию. Но вскоре ему явилось откровение, которое полностью изменило его жизнь и помогло ему чудесным образом исцелиться. Он снова смог ходить. 25 врачей, среди которых были нейрохирурги и неврологи, так и не смогли найти этому объяснение. Если вы хотите узнать об этом откровении, заходите на наш сайт. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.